Себя таким автоблогером не считаю. По рекламе часто настигают тебя? Ты в курсе, да, что Сапар аварию сделал? Это мой брат в Египте учится, кроме мечети, ничего не видит. Даже он в курсе. По-любому тебе писали, букмекерские, даже всякие. Ну это да, стабильнее. Сколько предлагали? Самый максимум. Особенно, когда у меня был детейлинг, я его поэтому и продал. Ты один из первых в франчайзе Донас Дэй. Автосалон я бы открыл бы. Всем салам алейкум. Сегодня у нас в гостях наш друг Сапар Абакаров, автоблогер, хороший человек, бизнесмен, инвестор. Сколько у тебя бизнесов? Всем салам алейкум. Бизнесов у меня... Знаешь, бизнесов так звучит громко. Для меня бизнес это какая-то компания, зарегистрированная где-нибудь. В гугле из отдела. Можно сказать, направление заработка, так скажем. Скромненько. Пять, наверное, есть. Скромненько так. Пять тем есть для своих. Да, да, пять тем и пять штукет. Знаешь, вот ты говоришь, что там Сапар, автоблогер. Я вот себя таким автоблогером не считаю. Аудитория? Сапар, да, есть Инстаграм. На чем он вообще... Укрбайтаев мне, помню, этот говорил. Помните этого грепплера, который Тахсин, или как его звали? Я там откуда-то приехал, на английском разговаривал. Типа он спрашивает, вот он кто, короче, Сапар? На чем он поднялся, так скажем, аудиторию? С чего на чего? Почему его знают? И он ему говорит, ну, он автотема там и так далее. А я как-то себя вот к этому не причисляю, там, автоблогеру. Кто для тебя, я, для вас? Ну, ты человек, который очень сильно хорошо разбирается в тачках. Нет, для меня автоблогер точно. Очень, очень, очень. Но по-другому как называть? Это просто может быть... Нет, знаешь, я как объясню. Вот смотри, это не основное направление, скажем так, да, типа автоблог. Это не основное направление. Но сейчас все равно человека знают по какой-то теме. Тебя знают, например, не как бизнесмена, который темы делает, а из Инстаграма. Даже много людей узнают по Инстаграму. По Инстаграму узнают, а то, что ты транслируешь, ты транслируешь автотематику. Ты, как бы, не залез в эту тему, как Давидыч, типа я буду обзоры снимать. Ты просто живешь этим, вот эта автотематика, и ты ее транслируешь. Ты знаешь, для меня это хобби, которое я просто монетизирую. Да, но это все... Мне нравится, я так думаю, а почему бы на этом не заработать? И все, давай. Но опять-таки, заработать, это не работать и заработать. А чтобы, как я сказал, хобби, хобби это же кайф всегда. Вот ты кайфуешь и за это получаешь бабки. Мне когда говорят, эй, объясни, ты чем занимаешься, ничего не делаешь. Но это выглядит, ничего не делаю. На самом деле делаю, рискую где-то, там, попадаю где-то. Вот машину то, что разбил. Если бы не было бы машины, не разбил бы. Ты машину разбил? Как-то я не знаю. И это большой минус по финансам. Но ты, я это почему, вот некоторые говорят, вот ты так легко к этому относишься, молодец. Люди всегда хотят, чтобы ты переживал. Я говорю, это издержки профессии. У меня вот у друзей есть бизнес, они оптовики там крупные. Приходит товар на большую сумму, и они его в минус продают, попадают на 5 миллионов рублей. Ну, понимают, что бывает такое иногда. Сейчас так. Вот у меня так же. 10 лет я гонял, боком дрифтил, там. Все было четко. Бывали ситуации небольшие? Сейчас крупная ситуация произошла. Это издержки, и все. Главное самое, здоровье. Я вот когда после ДТП пришел в отель. Как то звучит, честно говоря. Как? Главное здоровье. Да. Я пришел, сижу в отеле, помолился. Говорю, аль-хамду-ля, хвалаллаху, что я целый и здоровый. А ведь мог бы сейчас, в данный момент, сидеть не в отеле и записывать это видео. Скоро у меня на Ютубе выйдет, где я там про эту аварию рассказываю. Мог бы не видео записывать, а лежать в больнице. Ночь. На какой-то перевязке. Да. Ждешь утром, пока заступит хирург на дежурство. Кто у нас там за ночь поступил? А, Бакаров. Че с ним? На обезболивающих лежит. Его ждет операция какая-то, да. И ты звонишь утром домой. Алло. Я вот здесь, в Сочи, в больнице, в аварию попал. Представь, такая паника. Могло же быть так. Могло быть так. И когда ты понимаешь, когда Всевышний тебя от чего-то уберегает, ты не знаешь, от чего он тебя уберег. Логично же? Ты знаешь только то, что с тобой уже произошло. То, что происходит сейчас. А то, что могло быть и этого не случилось, ты об этом не знаешь. И вот мы не знаем, как могло бы быть. И поэтому мне один мой друг сказал, Сапар, твои благие дела тебя спасли, по милости Всевышнего. Вот то, что ты стараешься что-то хорошее сделать, вот это тебя и спасло. И я не хвалюсь тем, что я там что-то благое делаю. Ну, по крайней мере, стараюсь и считаю, что каждый мусульманин должен себя анализировать, каждый день думать, что я хорошего сделал сегодня, а как я жил. Как просто существовал. Существовал, да, это покушать, там, справить свою нужду и просто существовать. Или же я какую-то миссию нес, для чего-то родился, делал то, для чего меня Всевышний послал на этот свет. И каждый человек создан для того, чтобы делать хорошее, отдаляться от плохого. Поэтому говорю к тому, что если каждый будет делать хорошее, задумываться над этим, анализировать это, Всевышний убережет от многих проблем, о которых мы даже не знаем. Есть у нас много в религии, которая нам пришла вот что-то читать, и тебя ангелы оберегают. Тебя там Всевышний защищает от бед, от неприятностей, от сглаза. Поэтому я это все практикую, я это все делаю и понимаю вот в тот момент, как эта авария произошла. Там швеллер металлический вонзился в дверь, пробил низ панели, пробил нишу салона автомобиля и вышел под капотом. Это вот возле меня все, возле моих ног. А представь, он градус чуть-чуть поменял бы. Или машина не вот так заехала, а по другим углам. Это все в меня могло бы зайти. И на самом деле надо задумываться над этим, и моя эта ситуация для меня такой знак, что нужно думать. Ну нормально. После этого давал боком? Да. Знаешь, быстро забывается все. Но я всегда давал себе отчет раньше тоже. Я в Сочи это все делал, я в городе так не езжу, я в Сочи так ездил, потому что там широкие дороги, там мало машин на Красной Поляне. Это было полдвенадцатого ночи, там нет машин. Просто реально нет их. Ну выбрали время и, короче, делали контент. Да, я и так и говорил пацанам, с кем мы ездили, я говорю, вот в Сочи погоняем. Здесь в городе этого не сделаешь, здесь нет дорог нормальных, нет условий. А в Сочи там широкие, хорошие дороги. И все-таки это да, какое-то ребячество, это хулиганство. Но это вы все равно как контент воспринимаете больше. Да. Ну получился контент по итогу? Получился очень дорогой, самый дорогой в моей жизни контент, самая дорогая моя поездка. И тебя начали в моменте рекламировать, там выставлять вот Саппар авария, случилось и так далее. Да, я когда в эту ситуацию попал, я подумал, что делать, как выкручиваться из этой ситуации. Я вышел из машины, я друзьям говорю, эй, я в шоковом состоянии, я молниеносно выбежал из машины. Этот пыль от подушек безопасности, вот стол пыли стоит в салоне. Она в чувство приводит, да? Да, я слышал такое, да. Да, да, я быстро выхожу, говорю, эй, поехали, поехали, говорю. Нас там один Роберт встречал, Роберт, куда мы ехали? Там в ресторан же поехали. И мне пацаны говорят, я успокойся, ты целый. Я говорю, да, да, целый. А я прям чувствовал, что я целый, что со мной все в порядке. Не то, чтобы там типа ты в шоком станешь. Чувствовал, все четко было. У меня здесь осколки были от стекла. Пристегнут это был? Я вот это не помню. А в тот день, наверное, 80% времени был пристегнут, точно. А вот в момент аварии не помню, честно. Вот мне очень интересно самому. Это шоковое состояние, на самом деле сильная такая тема. Да, и смотрю на это все и думаю, что делать? И считаю уже, калькулятор в голове включил, на какую сумму я попал. У меня никогда в жизни не было такой ситуации. Я просто, это же, ну, для меня автомобиль, это не просто пошел тачку, купил там на папины деньги. Для меня автомобиль, это я же выбираю машину не просто там, типа. Брат, что там бомбовая? Что купить, посоветушь? Я избирательно подхожу. И эта М-ка, у меня с ней история. Я ее заказывал в Корее. Я за ней поехал в Казахстан, снял видео, как я ее получаю. Эмоции эти. Новая М4, это последняя модель, почти полная комплектация. И люди же создавали этот автомобиль, инженеры работали над этим. Все четко, идеально. Новая машина. А ты взял ее, утилизировал. Весь салон в стрельнутых подушках. Этот забор врезался в дверь, ее там не знали, как эвакуировать. Я смотрю на это все и думаю, как это разгребать? Что делать? Сейчас полиция приедет, транспортники приедут, оштрафуют меня за то, что я там повредил ограждения эти. Что делать, человек? 11.30 на часах. И я просто не знаю, что делать. Но потом Всевышний все настолько идеально расставил, вплоть, знаешь, до каких мелочей, что человек болгарку принес. Представь. У меня там, вот вы не поверите, машину, чтобы ее эвакуировать, нужен манипулятор, который поднимает. Чтобы эвакуировать, нужно как-то машину из этого забора выдернуть. Выходит сосед, по сценарию он должен был говорить, мало вам, черти, вот доигрались, у меня там под окнами шумите. Он говорит, ребята, если что, ну можете ко мне во двор ее пока поставить. Это ожидаемо от дагестанцев, да, они там помогут всегда, в какой бы этой ситуации не был всегда. А в других регионах России ты будешь валяться, на тебя даже не посмотрят. Я так удивился. Я теперь на суете в обито вызываю эти эвакуаторы. Не могу дозвониться, все заняты. Как бывает? Я сейчас не могу там, я где-то. Тем более манипулятор надо искать. Один парень говорит, я нашел, я вызвал. И причем я людям говорю, езжайте. Мы сами разберемся, езжайте. Я не хотел там, чтобы толпа была. В тот момент один блогер собирал людей, там он снимал юбилейный свой эпизод. Меня позвал с ребятами. Я думал, сейчас все они будут проезжать, увидят, по группам начнут выкладывать. Это обо всем все узнают. Где-нибудь в новостных группах покажут. ЧП Сочи, там приехал парень из Дагестана, начудил, натворил. Это же как хочешь можно раздуть, правильно? Да, да. Какие-то желтая пресса, или как все это называется, да, вот очернить дагестанца, который вот типа беспределил. Это как хочешь можно выставить, в любом свете, так скажем. И я думал, что бы главное никто не выложил. Еще мама, если узнает, блин, переживать будет. И остались те, вот кого Всевышний там оставил. Парень говорит, я вызвал манипулятор. Я говорю, точно манипулятор? Он говорит, да, вот с Адлера едет, ехать где-то час. Я все жду, проходит на 20, я говорю, он что едет? Да, да, он едет. Я говорю, брат, он точно едет? Не верится. Я привык просто, что везде вот воздух. Да, да, едет, говорит, точно. Мы теперь говорим, а как этот эвакуировать? Другой парень говорит, я там позвонил, сейчас пацан болгарку привезет, отпилим. Я говорю, а как болгаркой пользоваться? Куда подключать ее там? Он сосед, да? Сосед говорит, я сейчас со своего, ну я, говорит, не здесь живу, а через дом. Сейчас из дома переноску принесу. Он тянет переноску, она не достает. Он режет провод, через соседский забор просовывает, на другой стороне делает соединение. Вот тебе розетка, вот болгарка, вот манипулятор едет. Ты что не задумаешь? И я, пацан, мне мой товарищ говорит, сапар, говорит, езжай в этот, в отель, говорит, отдохни, успокойся. Я говорю, я не хочу сейчас прийти в отель, чтобы вы мне позвонили и сказали, тут полиция приехала, тебя ищут, выходи. Я говорю, лучше добьюсь я эти дела и спокойно в своем месте поеду в отель. И в итоге я поехал в отель. Я говорю, ладно, если что-то будет, набери, я приду. И каждый их звонок, с каждым удобным, радостным моментом, они мне звонили и докладывали. А каждый этот звонок я воспринимал, как вот, все, меня ищут. Короче, приезжают в министерство транспорта. И друг говорит, ребята, никто здесь не пострадал, все ровно, мы сейчас машину заберем и уедем. И они говорят, нет, мы не можем проигнорировать, сигнал поступил куда-то там, мы должны отработать. Вызывают кого-то, те приезжают в форме, все, и говорят моему другу, все нормально, они застрахованы. А там же курортная зона, красная парня, там разные люди бывают, там, ну, серьезные должности, я так скажу. И ты понимаешь, что, как я сказал, эту ситуацию можно как хочешь раскрутить. Я уже представлял, как меня там где-то в отделе допрашивают, там на меня вешают штрафы какие-то. По схеме. Да, а там все настолько четко произошло, что они говорят, я здесь все застраховано, собирайтесь и уезжайте. Звонит мне товарищ, пока я в отеле сидел, он говорит, я сейчас позвонил, говорит, в Грозный, из Грозного эвакуатор уже выехал в Краснодар. И из этого места ДТП эвакуатор выехал тоже в Краснодар из Сочи. Они вот так утром встречаются, перекидывают машину, и эта машина выезжает в Дагестан. Я все оплатил, говорят, все четко. Я думал, блин, вот четко. Дальше, когда мы туда ехали, в тот день очень сильный дождь был ночью. Очень сильный ливень был. А у меня стекла разбились. Я думал, сейчас на обратном пути будет дождь, весь салон в воду и залет. Но мне уже было не до этого. Сейчас ночью где-то искать тент. Ну, будь что будет уже. Не было дождя, на удивление. И ты понимаешь, насколько Всевышний все расположил четко для тебя. Я им пишу, как будете в отеле, дайте знать, сделаем разбор полетов. Я сделал намаз. Я говорю, Аллах, я полностью доволен твоим предопределением. Так случилось. Тебе виднее. Ты лучше знаешь, что для меня благо. Я это полностью принимаю. Я этим доволен. И обрати это для меня благом. Сделай это для меня прощением грехов. Потому что, как мы знаем из хадисов, даже укол колючки, который ты получаешь, и терпишь какой-то дискомфорт, даже за это будет прощение грехов. Я просто понял, что уже обратно время не вернуть. Уже стало, все. Ты уже должен принять и решать. Не думать, а вот надо было там что-то. И ты понимаешь, что это только Всевышний тебе послал. Либо тебя наказал, либо испытывает. То, как ты пройдешь это, это уже зависит, будет твое будущее. Если ты будешь недоволен этим, Аллах тебе не даст награду за это. Если ты будешь доволен, Всевышний тебе еще больше даст. Это мне... Я вот задумываюсь, когда над этим. У меня столько есть друзей хороших. Вот один мой друг на 9 миллионов недавно попал. Он говорит, Сапар, знаешь, сколько людей радовались, когда узнали, что 9 миллионов меня украли. У него в аэропорту украли деньги. Вообще ведь. Ну, говорит, они не знают, что я в два раза больше радовался. Потому что знаю, что Всевышний лучше знает, что для меня благо. Я полностью этим доволен был. Он мне такой пример преподал. Ему 43 года. И меня такая похожая ситуация постигла. Вот я его примеру последовал. и тоже сказал, я доволен этим полностью. Искренне это сказал. Приезжают ребята в отель, я выхожу. Уже как бы отпустил. Уже с улыбкой, да? Они даже удивились. Типа, ну, может, ты еще не все понимаешь. Они, наверное, такие идут тебя видеть. Сейчас ты такой увидишь, да? Сейчас будем разбить. Ну, короче, понял. Один из парней, который случайно туда попал с моими друзьями. Ну, как случайно? Они все были на своих автомобилях и в последний момент вспомнили о нем. Он сам сказал, типа, что, когда? Они говорят, а, ты же тоже с нами видишь. Точно. Он говорит, не, пацаны, я так не хочу ехать там. Напросился. Так что езжайте сами. Они такие, не, не, не. Мы же тебе обещали, поехали. Там он у кого-то СММ ведет. Типа заодно и контент нам снимешь. Как, типа, как молодого, да, забрали с собой. Я с ним там общался. Значит, это он мне рассказывал. Кто он, чем занимается до аварии. Мы с ним ехали. Он говорит, я вот это делаю, то делаю. Так, такая ситуация была. Мол, я вообще не хотел ехать, навязываться. Говорит, ну, они настаивали, чтобы я поехал. И он мне говорит, Сапар, а может быть, ты эту машину, говорит, предложишь этому, говорит, кто выкупает битый автомобиль. Я говорю, кто? Ну, вот кто у Тамаева выкупил Теслу, кто у Литвина Ламбу выкупил там. Помните этот ролик, где банку скинули? Я говорю, я даже не знаю его. Говорю, с кем мне его аккаунт? Опять-таки, я вот всегда говорю, что когда вот в твоей жизни происходит, когда ты слышишь какую-то информацию, ты можешь ее мимо ушей пропустить, а можешь за нее зацепиться. И важно уметь сортировать важную информацию от неважной. Невозможно всю информацию воспринимать, за все цепляться, все доводить до ума. Нужно уметь разбираться, что ты должен выцепить, а что ты должен отсеять. Я говорю, да. Что, СММщик, что-то посоветовал? Что его слушать? Нет, я сам знаю, кому продам. Я им говорю, ребята, если я выложу на Авито, типа продаю битую машину, это уже испорченная автотека. Это уже везде будет по ВИН-коду пробиваться, фото битого автомобиля. Если я выложу это в Инстаграм, что я продаю, то, во-первых, об этом уже все узнают. Что случилось? Сначала это надо раскачать. Что я хочу с этим делать? Продавать как битую, восстанавливать или что? Сначала надо определиться, сначала надо контент выложить, объяснить, что произошло, а потом уже говорить о том, что я продаю автомобиль битый. Но тоже будут знать, что битая Сапара-тачка, и кому она уже нужна? Весь мир знает, что она битая, так скажем. Люди, когда битые автомобили покупают, они хотят тихо, молча починить, а потом сказать, брат, вот это крашено, это крашено, все четко сделали, идеально. А остальное все в родной краске. И продать ее. Те, кто занимается битыми авто. Я говорю, с кем мне его аккаунт? Захожу к нему в переписку в Инстаграме. Это, оказывается, мой подписчик давний. Он мне писал, я ему там не отвечал. И вот Бабек зовут. Он на Азербайджане сейчас посмотрел. Имя Бабек, это оно чье азербайджанское. Какой-то тихо, по-любому националу. Я говорю, Бабек, ты, оказывается, мне писал. Это я ему утром пишу, на следующий день. Я говорю, я даже не видел. Я говорю, видишь, как Всевышний нас связал. Он мне такой, что там, алейкум салам саппартом, что там, что за повод, типа, что там случилось? Я говорю, смотри, я тебе сейчас скину машину, которую я разбил. Я знаю, что ты выкупаешь. Только смотри, никому не отправляют. Никто об этом не знает. Реально, я же говорю, вот, как Всевышний все подвел. Ни одной камеры не было на тот момент. Никаких фоток, никто не проезжал. Одни ребята проезжали с этой тусовки эмочной. Они сделали фото, скинули одному нашему другу, кто всех собирал. Но дальше никуда это не ушло. И опять-таки не потому, что там все хорошие. Всевышний просто сделал так. Я ему говорю, никуда не скидывай, никто об этом не узнает. Он говорит, нет, брат, ты что, можешь даже не предупреждать. Могила, все, никто не увидит точно. Скинь мне. Я ему скидываю фотку, и мы начинаем с ним торговаться. Я эту машину продал вот в таком битом виде за очень приличную сумму. То есть я думал, что я продам где-то миллиона на полтора ниже. Видишь разница? Ты встреваешь на 4 ляма или на 5500? Я думал, что это будет на полтора миллиона ущерба больше в мою сторону. Мы с ним договариваемся, и он говорит, все, говорит, я говорю, давай мы снимем контент, говорю, как ты у меня ее покупаешь. Ты приедешь, говорю, все это снимем. Я расскажу о тебе, что в таких ситуациях ты как спасение, да, тебе можно продать за хорошую цену, чем возиться, восстанавливать самому, вкладывать в свое время, энергию, деньги. Все, говорит, брат, беру. Я тебе сейчас отправлю 500 тысяч, и остальные каждый день по 500. Я говорю, не, не, говорю, так не надо сразу, говорю. Ты что имеешь в виду? Ты купил у меня ее? Покупаешь или я у тебя, говорит, ее купил, без каких-либо дополнительных просмотров и осмотров. Все, говорит, Сапар, приеду я за ней через месяц. Я говорю, а мне как раз месяц нужен для того, чтобы контент подготовить. Чтобы, во-первых, мне нужно маму правильно предупредить. Я говорю, не знаю, что маме говорить, она будет переживать за меня. В следующей моей поездке куда-то буду ехать, она будет думать, что я гоняю, опять куда-то попаду в аварию. Он говорит, все, говорит. Теперь у меня каждый день скидывает по 500 тысяч. Все, я ее продал. Она у меня просто стоит. Сейчас стоит. Он уже забрал ее. Она стояла на тот момент, просто ждала, пока он ее заперет, пока мы с ним не контакт. Вот к чему я это говорю? К тому, что все, что со мной произошло, все в этот момент было за меня. Я потом это все выкладываю в Инстаграм. Подожди, а ты вот день аварии произошел, ты через сколько в Инстаграм это выложил? Через месяц. Я ехал в Турцию на мотоцикле. Я думал, если я сейчас все это расскажу, мама меня точно не отпустит. Это было только в Турции. Я не хотел, чтобы она переживала то, что ты делаешь против благословения. Я тоже, знаешь, в шоке. Я перебью. Я в шоке с того, что на самом деле это месяц не всплыло. Да. Эта машина битая стояла здесь в Махачкале. Единый человек ударил машину. Она ехала сюда. Там бывает машину кто-то сфоткает. Вот М4 новая, битая, едет через Кавказ. Порванная, да. Ее-то накрыли тентом, но он открывался часто. Конечно. Короче, это вообще все к чему? Ты спросил на этой аварии, что ты сделал? В итоге это вот так все произошло. Все помогает мне Всевышний на каждом пути. Отправляет каких-то людей, проезжих, которые один болгарку дал, второй розетку дал, третий манипулятор вызвал, четвертый из другого города вызвал, пятый мне дал человека, который мне ее купил. И теперь, я думаю, так, еще сняли пару человек, момент не самый такой красивый кадр, но момент ДТП есть. Они потом убрали телефон и побежали мне помогать. Им уже не до контента было. Хотя вот была бы команда операторов, это были бы четкие кадры. В общем, я это выкладываю в Инстаграм и закупаю рекламу. Я так посмотрел, чья аудитория мне более лояльна. На тот момент это был Лахман. Это как раз вот этот кипиш с Камелем Гаджи. И я смотрел, кто это обсуждает. Я тогда был как раз в Турции. В Турции это обсуждали наши ребята. Здесь обсуждают такие слои общества, вроде серьезные Лахмана. Камил как ему ответил? И этот проглотил, и кто за ним стоит? И ты понимаешь, что сегодня за ним следит нормальная аудитория. Мне интересно. Я просто не спрашивал, что почем. Вышел на менеджера, закинул деньги и сказал, вот такого-то числа я выкладываю. Многие сделали рекламу бесплатно. Алан Янилеев сделал бесплатно. Много кто сделал. Ты с ним вообще так переписываешь? Да. Я с ним переписываюсь, он сейчас в Америке. Совместный контент интересно было посмотреть ваш какой-нибудь. Да, мне нравится он, Алан. И многие бесплатно выложили. Я хотел заплатить. Я не люблю быть кому-то должным. Я всегда говорю, брат, сколько стоит? Скажу, а не, не, не надо. Я понимаю в то же время, что теперь я им должен чем-то. Хотя проще заплатить деньги. И когда ты платишь, люди правильнее делают это. Прям профессионально это выкладывают. В общем, вот так закупил рекламу. Выложил. И начали стучать подписчики. Набралось 35 тысяч человек. Охваты увеличились в два раза. То есть то, что я там собирал аудиторию с 2012 года, она у меня х2 сделала за месяц какой-то. И опять-таки это все что? Всевышний вот эту твою проблему обратил в пользу какую-то для тебя. Сегодня же это показатель. Охваты, лайки, какой-то твоей медийности. Это даже прибыль для твоего бизнеса. Да. И ты понимаешь, что Всевышний, вот то, что тебе неприятно, оно может быть на самом деле благом для тебя. А вот просто Всевышний выбрал для тебя именно вот такой путь. Не просто там какая-то там то, что ты подготавливал, контент, что-то делал. Просто вот так получилось. Всевышний сделал так, чтобы... И возможно, если бы ты неправильно воспринял это испытание, возможно, это так и оставило бы на тебя отпечаток. Ты бы... Загонялся. Загонялся бы. Ты бы никакую пользу из этого не вынес даже в качестве контента. И плюс я еще... Самая для меня большая проблема была, это как маме об этом рассказать. Я уже хотел сказать, что это на самом деле был не я за рулем. И месяц я жил с этой идеей. И я не мог это сказать месяц, потому что я не хотел врать. Хотя я понимал, ну это же не обман ради там чего-то. Это ты просто маму защитил от переживаний. Это же как бы ну хорошо. Да, во благо, так скажем. Но не мог. Я вот не знал, что делать. Я хотел поехать в Сочи с мамой вместе. С женой, с мамой. И там сказать, мама, вот же я даже. Со мной же все нормально. Я сейчас выкладываю контент в Сочи. И потом закидываю эту аварию. Но на самом деле не я был за рулем. Мы же на самолете прилетели сюда. Вот я гуляю с ней три дня. И жене говорю, я не могу. Я не знаю, как сказать. Я советуюсь. Одни мне говорят, не говори маме, ты что, дурак, что ли? Она тебя... На руле не пустишь. Да, а кто-то говорил, нет, скажи правду. И я встал на утренний намаз и говорю, Всевышний, для меня лучше горькая правда, чем сладкая ложь. И я это скажу маме, дару ей правильное восприятие этой информации. И от Всевышнего же зависит то, как воспримет человек. Зависит от того, сытый он, выспался ли он, в каком он настроении в этот момент. Много факторов есть, где ты не регулируешь это. И сам человек не регулирует. Мы одну и ту же информацию по-разному можем воспринимать. И я так положился на Всевышнего. И мы гуляем по Сочи. Я же не говорю. Говорю, у меня вот я хочу и не могу. Я говорю, все, я рожаю. Понимаешь, реально, вот у меня... Из меня начало это выходить. Я уже думаю, вот-вот, сейчас я скажу, сейчас она договорит что-то. Я сейчас скажу. И все поперло мне саму. В тот момент, в который я не собирался это говорить. Я говорю, мама, знаешь, я вообще помню, что я тебе говорил про съемки. У меня уже месяц кое-что произошло. Я не знал, как тебе это сказать. И вот заикаюсь. Короче, как-то, как-то я, короче, выдал это. И она говорит, моя женя бедная, говорит. Он, говорит, жил с этим, говорит, и не знал, как мне сказать. Я смотрю, она нормально это восприняла. Для меня мама... Вот у меня отца с 2014 года нету года. И для меня мама уже, она как бы стала и отцом, и матерью. Потому что отец, когда уже себя плохо чувствовал, он нам говорил, я в вас уверен, как в своих сыновях, я в вас не сомневаюсь. И просто слушайте свою мать. Она у вас очень умная и мудрая женщина. Вот это я как бы вам завещаю. Я это воспринял так. Думаю, он сказал, не просто так это. Ну и без этого тоже у меня всегда было уважение к маме. С детства она там за школу ругала, за то, что поздно домой не приходишь. Мне было важно не разочаровать свою маму, чтобы она доверяла мне. Дать понятие, мама, ну так случилось не потому, что я дурачок. Ну, случилось так, бывает такое тоже. И все же идеально в жизни происходит. Я говорю, мама, у меня на самом деле в жизни частенько бывают какие-то проблемы, о которых я в Инстаграме тоже не рассказываю, потому что ты это все читаешь и видишь. Я сам решаю эти проблемы, сам с этим борюсь. Но сейчас, я говорю, типа, получилась такая ситуация. И многие, когда ты хочешь какую-то рекламу аккаунта сделать, говорят, нужен инфопол. Я говорю, у меня он есть. В прошлый раз, когда я здесь был месяц назад, я попал, разбил машину. Ничего такого сверхъестественного, хотя на первый взгляд кажется, что тотал. Короче, аккуратно ей преподнес, она нормально это восприняла. Я там братьям своим пишу, я ей маме рассказал, она восприняла хорошо. Просто я не груз с плеч скинул, не камень с плеч, а вот камаз камней сгрузил. И все, теперь я хочу выложить это в Инстаграм. Все, говорю, я завтра вкладываю. Мама говорит, предупреди своих подруг, предупреди бабушку, что все нормально, что это... Контент. Да, контент это. А то как бы, эй, ты в курсе, что случилось там. И только хочу выложить. Заправка взрывается, там эта история о Махачкале. Я думаю, все, уже не вариант, что-то выкладываю. Типа, а у меня там договорился, что все, реклама будет. Получается, типа, взрыв, все понятно, у меня тут своя суета, смотрите, там. Не то было бы, да? Неправильно. Как бы не экологично, да? Так говорят же на контент. Я подождал там еще недельку. И запускаю. Закрываю профиль, все начинают выкладывать. Хейта почти не было. Хотя на Ютубе бывает хейт. Вообще, Ютуб и Инстаграм, это разная такая аудитория. Ну, мне 31 год, у меня этот хейт, там, вот, мало тебе, там, доигрались, там. Я не реагирую на это никак. У меня уже так толстая кожа на этот счет. И я уже давно это все прошел. Вот Хамид есть, наш друг Хамид. Он говорит, Сапар, говорит, эй, что зовут тебя, говорит, авария, угода. Сначала хотел, говорит, ну, что так это эмоционально рассказывать. Сначала хотел пособолезновать, позвонил. Теперь поздравить хочу, говорит. Как ты это, говорит, сделал все? Перевернул, да? Звонит своему брату, что-то с ним, говорит. Эй, смотри сюда, говорит. Ты в курсе, да, что Сапар аварию сделал? Это мой брат в Египте учится, кроме мечети, ничего не видит. Даже он в курсе. Вот. И вот так выложил. И вот так об этом все говорят. Еще просто хотел понять, дать понять людям, что, ну, бывают в жизни такие тяжелые ситуации тоже, где ты что-то расхлебываешь сам. Хотя в Инстаграме смотрят, видят. Типа, эй, откуда тебе бабки мне каждый раз пишут? И расскажи, да, что ты делаешь? Ну, то, что ты в Инстаграме выкладываешь хороший автомобиль, как ты его моешь, как ты за ним ухаживаешь, как ты в него вкладываешь деньги, заправляешь, это часть жизни любого человека, который чем-то владеет и что-то делает. Вот такие дела. В общем, это все к тому, что в жизни бывают ситуации тяжелые, где ты попадаешь на большие суммы денег, где люди, чтобы заработать эту сумму, должны несколько лет работать и ничего себе не покупать, не кушать, не одеваться, чтобы собрать эту сумму, а ты ее просто за секунду теряешь. Но, когда ты правильно воспринимаешь какие-то ситуации, испытания, они... Я не говорю, что я... То есть, если меня спросить, хотел бы ты, чтобы так было, сказать, да, конечно, хотел бы, нет, не хотел бы, но тебе легче воспринимать какие-то ситуации тяжелые. Ты закаляешься, ты сегодня... Вот я вспоминаю свои ситуации тяжелые. В прошлом году ребро сломал. Вот мне мама говорила, Сапар, продай свой гидроцикл, мотоцикл, живи спокойной жизнью, зачем тебе это надо? Я маме говорю, да, мама, и Камри, куплю себе, и на Камрюхе буду ездить. Проходит неделя, я вылетаю с гидроцикла на большой скорости, втыкаюсь в воду, ломаю ребро, лежу в воде, за мной катер подлетает, меня ставят в катер. Я говорю, я сильно упал, да, парню на катере? Думаю, не, не, брат, нормально все там. Он мне говорит, брат, я здесь работаю несколько лет, ты первый, кто так упал, ты пипец сильно упал, он мне говорит. Скидывает меня на берегу, я потом там подхожу, к друзьям, с кем приехал. Один из них спортсмен, я говорю, я, по-моему, ребро сломал, дышать не могу. Он говорит, да не, если бы ты ребро сломал, ты бы разговаривать не мог бы, я знаю, что такое. Он это говорит, я понимаю, что, как он говорит, так есть, просто я это не показываю. Просто мне так плохо было, я пришел домой, сразу продал гидроцикл и мотоцикл. Вот как мама неделю назад говорила, и ты там, да, да. А сегодня ты вот с такой ситуацией продаешь это все. Было очень тяжело на самом деле, очень больно, неприятно себя таким неудачником чувствовал. Улыбаешься, дурачок. До этого бывали в жизни тяжелые ситуации. Ты на деньги попадаешь, ты стрессуешь. Самое тяжелое для меня это не на деньги попасть, а вот когда ты стресс получаешь, когда ты переживаешь, когда ты вот хочешь какую-то проблему решить, просто отдать деньги, все, убил. А когда ты ее решаешь, звонишь людям, встречаешься, обсуждаешь, вот это самое тяжелое. И каждый раз, когда тебя постигают какие-то испытания, ты, когда правильно их проходишь, ты, во-первых, растешь, становишься еще выше. И плюс то, что раньше было для тебя тяжелым, сегодня ты на это с улыбкой смотришь и понимаешь, что если сегодня это будет с тобой, ты это воспримешь не как испытание, а как просто проблема, которую надо решить. И чем выше ты становишься, вот ты забираешься на гору какую-то, ты потом с нее скатываешься, следующая твоя гора, она еще выше бывает. И вот с каждым, как есть такая фраза, только преодолевая трудности, мы растем как личности. Ой-ой-ой. Все ушло. Безумно можно быть первым. И я вот понимаю, что... Но это на самом деле так есть, особенно для мужчины такая важная вещь, да. И ты понимаешь, что когда ты эти испытания проходишь, завтра ты как личность еще лучше, еще выше становишься, еще крепче. Результаты у тебя становятся еще лучше. Самое главное в жизни мужчины, который стремится к чему-то, чтобы каждый день был рост. Да, я вот часто себя критикую, что ты мало читаешь книги, ты мало тренируешься, ты малопродуктивный, у тебя нет четкого планирования, у тебя... Я смотрю там на некоторых людей, они там планируют, они что-то делают, думаю, и почему я так не делаю. Но когда ты анализируешь и смотришь, там, что было полгода назад, ты думаешь, вот я молодец, я это сделал, я то сделал, я третий сделал. Ты не можешь объемлить в себе все. Вот ряд там... Баскетбол любит играть, почему я не играю? Ты любишь там что-то делать, почему я это не делаю? Нет, каждый индивидуален и должен делать то, то, что ему легче всего дается, то, что ему в кайф, то, что он умеет себя в этом реализовать. И совершенство. Да, если тебе нравится баскетбол, давай попробуй. Новые навыки, новые увлечения, они дают тебе, знаешь, какую-то энергию положительную. Я всегда своим друзьям говорю, ты там на горной лыжке катаешься, ты на лыжах, на сноуборде? Я нет. Нет, ты тоже нет. Я всегда говорю, эй, попробуй, попробуй, ты знаешь, какой это кайф. Просто эта атмосфера, ты садишься в ней дорожник. Даже не в свой, а в кентар. Я своим друзьям всегда говорю, эй, пацаны, если у тебя, говорю, нету хорошей машины, да, вот, тебе не дал Всевышний. Брат, это не значит, что ты неудачник, что ты хуже, чем другие. Зато у твоего друга есть это. Ты ее не обслуживаешь, ты не тратишь деньги на нее. Но ты ее пользуешься, ты просто рядом сел. Просто цените им на мгновение в жизни, когда ты можешь с другом на хорошей машине куда-то выехать. Это же жизнь, это вот эти фрагменты, когда у тебя все хорошо, когда ты в моменте, когда ты в хорошем настроении. Вот это лучшее, что может быть. Тебе не обязательно иметь свое, деньги под подушкой, чтобы чувствовать себя счастливо. Много есть людей, они имеют много денег, но они несчастны. Они ищут себя, они принимают наркотики, и они начинают заниматься какими-то ненужными вещами для того, чтобы найти где-то это счастье. Мы немного отошли от темы. Вот едут ребята на горнолыжку, они там, да нет, это не мое, психуют, неправильный подход. Не берут инструктора. Мне было тяжело, когда я учился, но мне нравилась атмосфера. Эльбрус, зима вокруг. Вот у нас же в Махачкале нет зимы. Помнишь, в детстве встаешь, смотришь в окно, снег, это какой был кайф. И потом, когда к обеду тает все, как плохо бывало. А тут ты приехал на Эльбрус безлимитка на снег. И вот когда ты научишься кататься на сноуборде, допустим, когда откроешь для себя навык, это уже достижение в твоей жизни какое-то. Что ты сделал там этой зимой в этом году? Я открыл для себя новое достижение. Научился на сноуборде кататься. Все, в твоей жизни есть новое направление. Ты, когда говорят, вот лето заканчивается, вот дальше лето только за бабки. Есть же фраза. Я получаю удовольствие, когда лето заканчивается, потому что впереди зима, горнолыжный сезон. Мне нравится мечтать. Я вообще, это межляк такой, да. У меня бронхи на суете, короче. Холод бывает, мне начинает тяжело дышать. Меня подтягивают часто на Эльбрус, на этот. Ну, надо поехать, попробовать. Я вот думал на Эвереста, чтобы забраться. Ты знаешь, что на воскресенье мерзляк? Ты представь? Картину. На улицу холод, зима. Ты подкидываешь дрова в камин. Костер горит. Не, вот это по кайфу момент. Это же атмосфера. У тебя как-то был этот контент. Где вот этот треугольный домик, ты там что-то раз, стейки вытащил, короче. Они с работы кинды говорят, поехали туда сюда, мы едем. Я говорю, да нет, я говорю, снег, вот так зашил, мне попадет, я говорю, пойду в номер спать, я говорю, не хочу. И они вечером скидывают бассейн. Я говорю, что там, бассейн, что ли? Да, мы дом с бассейном сняли. Я говорю, а что? Вы сразу не сказали, я бы железно поехал. Холодный бассейн. Поэтому, когда ты видишь что-то в людях, то, что тебе нравится, ты должен это перенимать, внедрять в свою жизнь. Но себя ругать, может быть, иногда надо, потому что ты мало работаешь, мало что-то делаешь, но и хвалить тоже нужно. Но ты нормально шел? У тебя же вообще это, это ты, через сколько разных направлений прошел ты вообще в целом? Да, я все знаю. Блогерский, автомобильный, бам-бам-бам-бам-бам. Блогерский, автомобильный, бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Прекинь, кто-то просто такой вот champ и все равно. Блогерский, лау-бам-бам-бам. Что за легендарная дне? Да. Блогерский, лау-бам-бам-бам. Я вот ВКонтакте, сохраненки были же раньше. Ты сохраняешь картинку. Вот я по сей день люблю какие-то видео, рилсы сохранять, смотреть и получать удовольствие от этого. Пересматривать. Пересматривать. радоваться, желать этого. Иногда даже путь к какому-то желанию он намного приятнее, чем само желание. И я смотрю свои сохраненки, которые у меня раньше были. Автомобили разные. Вот у меня почти все, что я хотел, Всевышний мне дал. Я хотел что-то реальное. У меня не было мечты. Яхт. Фантастическая какая-то. Я вот все смотрел, в принципе, к чему я могу прийти. Что нужно сделать, чтобы к этому прийти. Я никогда не интересовался разными суперкарами. Бугатти какие-то. Даже сегодня мне когда ребята говорят, вот вышло вот это. Я вроде автоблогер. Я беру только то, что мне нужно. Хочу это. Хочу купить в Ламборгини. Я разбираюсь в Ламборгини. Я изучаю, смотрю. Не хочу я ее купить. Я не смотрю ее. Не захламляю свой мозг лишней информацией. Просто лишь бы, а вот Ламборгини вышла, надо послушать. У меня есть друзья. Да ты знаешь, она это. Я говорю, откуда у тебя время это все изучать? Ты это откуда? Смотрю там YouTube. Я не смотрю YouTube никого. Я смотрю какие-то там атмосферные видео в YouTube. Лядов. Путешествия в Сибирь куда-то там. Колыма, Дудь. В Якутии, которые живут в Якутии. В Якутии, которые живут в Якутии. Да. Рыбу режут. Какие-то познавательные видео смотрю. Там интересно. А вот просто потреблять контент бесконечно. Типа вот вышел Макларен новый. Типа смотрим про Макларен. Мне вообще не интересно. Ну вот история, допустим, Бупанов, вот Менсари. Вот эта история. Это же такое... Это супер эпоха была. Когда там молодняк, когда типа... Да, это было очень модно. Пневма, все дела, посадочка. Это было очень актуально. Люди, которые ездили на дорогих автомобилях, они с восхищением смотрели. Это же стиль был какой-то. Просто вот... Не просто мода. Мода, она там пришла летом там. И в конце лета ушла. В одно время, я помню, говорили даже, ты типа в Махачкале. Ты не поймешь, короче, кто из-за руля приоры выходит. Это либо простой там работяга, условно, либо это какой-нибудь там при серьезных бабках, короче, парень или сын какого-нибудь. Да, но в Тагестане сегодня тоже есть такое, это Веста. А, Веста? Сегодня на Веста может быть таксист, а у кого-то Веста дома должна стоять, как дежурка. Есть-то эта тема, да, такая? Камри. Камри имеет... На Камри может быть за рулем судья какой-нибудь верховный. И жрец. Да, бродяга какой-нибудь. Камри тоже такой автомобиль. У меня история с Камри сильная была. Я ее купил и через... А на Цежке кто бывает? На Цежке. Квартические люди. Я Камри купил и продавал через месяца, 4, по-моему, 3 месяца. 4 месяца я ее продавал. И я ее когда продавал, где-то подъехал, все, она где-то на 1010-20, 20, ниже вообще, ну, таких тачек, которые стояли в... Ниже по росту? Да. И он приехал с Кизовой. Он такой раз посмотрел, все нормально. Он ищет теперь, в чем подвох, понял? Типа, я говорю, вот такая цена. Он говорит, что ты там, 10 уступишь. Он приехал с женой. Вместе. Понимаете, покупка семейной автомобиля. Я говорю, я говорю, брат, просто, говорю, она мне не нравится. Я говорю, у него вот эта торпеда, говорю, очень мерзкая, короче. Он смотрит на дурака, короче, понял? В смысле мерзкая какая-то? Это красивая машина, короче. Я говорю, ну, возможно, тебе она нравится. Ты знаешь, у нас вот Камри, двухсотки, это такие автомобили, типа, она не должна тебе нравиться. Она просто Камрюха. И она, это как называется, на рынке? Живая наличка, да? Да. Любой момент можно продать. Нет, она серьезно кому-то нравится. Я просто, я думал, даже вот изначально, вот в таком формате, да, то, что, типа, ну, там, нал, не нал, там, купил, можно легко скинуть. А есть люди, которые сильно гонят на Камре, типа, она на Тури, какая соска. Эй, какая она соска. Ты на нее смотришь, думаешь, ну, БВ. Это, наверное, люди, которые пишут статусы. Любви достойна только мать и Камри 3,5. Ну, там. Какая вот соска машина? Не, вообще, ты смотришь, ты же смотришь, допустим, БМВ. Оптима, GT соска. это красивая машина. Он председатель. Не, я говорю, вообще, смотришь на БМВ, там, красивая тачка, Мерседесы, смотришь, там, какой-нибудь Феррари, там, ну, блин, не смотришь ты на Тойоту, ну, это же не, это просто, вот я вчера подобный столкнулся, у меня Лисян китайский, мне тайский друг говорит, Сапар, я так ждал, пока ты его привезешь, он мне там спрашивал, что там, когда, когда, я говорю, как только приедет, ты его знаешь. Все, он у меня ее забирает, дает мне Тойоту Хайлендер. Кузов плюс-минус одного размера, как бы, класс автомобиля. Я сел в этот Хайлендер, вот он, знаешь, как говорится, в натуре Хайлендер. Название бомбовое. Просто вот кнопки, руль непонятной, стрелки, хаос. Ты понимаешь, что не работает, ну, свежий год, там, 19-й может, ты понимаешь, что люди не работали, вот стояла задача сделать кнопку, которая будет отвечать за что-то, а, вот давай сюда, и все, симметрично накидали кнопок, и ты потом садишься в Лисян, китайский, над которым работали. Не зря он там лучший автомобиль в Китае. Лисян L7. Минимализм, качество, ничего лишнего. Вот реально уровень. Хотя, там, 19-й и 23-й год, это не такая сильная разница, там, как 19-й. Ты на нем приехал сейчас? Я на нем приехал. Ай, 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 ай. Так что, Toyota, Lexus, это все. Вообще, вот эта тема есть насчет китайского автопрома. У меня часто бывают всякие дискуссии с друзьями. Да, Китай, это шляпа. Я говорю, ты живешь, где Лифан, который магазин, был же автомагазин, где лесгий центр, где Лифаны продавали. Я говорю, ты живешь в том мире, где Лифаны продавались, как это, Гранта даже, это по факту. Лифан, даже звучит оскорбительно. Лифан. Лисян, уже понял? Да, Лисян. Это Лисян, по-моему, если не ошибаюсь, переводится идеальный. Идеальный, то есть. В общем, насколько китайские автомобили. Я говорю, там смотришь выставки Гуанчжоу, там всякие братские дают, мне один там вот там, там смотри, развивается такая вся история. А кто-то вот там категорично против Китая настроен. Я человек объективный. Я там никогда не был слепым фанатом BMW. Я всю жизнь ездил на немецких автомобилях и в основном BMW. Мне нравится BMW не потому, что я фанат BMW, топ и все, а потому что есть за что хвалить эту марку. Реально, вот она создана для водителя, для того, кто за рулем. Никогда, обычно, если ты фанат BMW, ты должен хаять Mercedes. У меня такого никогда не было. Вот это очень сильно интересная тема. Это вообще, ну как бы, сила маркетинга, я думаю, этих обоих компаний. Есть же еще момент, говорят, когда если на трассе едет впереди Мерс и сзади Бэша, Бэша по-любому обгонит Мерс, короче. Ну, владельцы по-любому, надо, короче, чтобы я... Мерс тоже такая легендочка. А Mercedes так не делает. Я никогда не хаял, потому что объективно смотрю на это. У Mercedes есть очень крутые модели, это мировой концерн, это топ. И есть у BMW. То есть, тебе нравится Мерс? Есть за что? У них есть модели крутые, такие легендарные, как GELIC, например. Я не понимал никогда людей, которые... Хай Адмирс. С такой же объективностью я подхожу и к китайским автомобилям. Прежде чем заказать от Lysian, посмотрел много обзоров, когда она приехала. Я даже не знаю, с чем ее сравнить. Очень качественная машина. Запах, вот ты сел в салон, запах, знаешь, какой-то премиального авто. Запах кожи, качественный. Был момент, ты купил айфон или айпад, большая коробка. Сорвал, распаковал и пошел этот запах качественный. Тебе же нравится или одежду купил дорогую. Первый запах такой четкий. И там такие силикуновые шарики, не? Вот в Lysian все качественно. Ход, езда автомобиля комфортная, мягкая, шумоизоляция, минимализм, дизайн, интерьера, экстерьера, все на высоком уровне. И если подходить объективно, 5 из 5. Есть кое-какие минусы, но это не то, чтобы минусы, это отсутствие русского языка, отсутствие дилерских центров, где ты можешь приехать. Ну, это просто гоу 2, 3, 4, я думаю, решаемый вопрос. Это же не минус. А так автомобиль очень крутой. И цена, прикинь, за 6,5 миллионов. Ну, ты же китайский чуть начал, да? Понимайте. За 6,5 миллионов ты покупаешь новый, качественный автомобиль, в то время как сравнить, например, ее с немецким BMW X7, ты за 10 миллионов купишь себе X7 с пробегом 100 тысяч километров. Представляешь, 100 тысяч на нем кто-то до тебя проехал, и ты сегодня приносишь 10 миллионов, и на нее садишься. А тут 6,5 миллионов, новая машина. А она, по-моему, этот, Джилиплин, принадлежит, да? Нет. Другое, да, что-то? Просто Лисян, короче. Нет, ну... Там Чели есть, там есть Джили. По-моему, нету. Я не могу. Ну, вообще, у китайцев какие еще популярные? Чели? Я знаю, что Лисян, сам Лисян. Это в России. А в Китае там другие популярности. Лисян выкупил Вольво, если не ошибаюсь. Ну, вот это Джили. Джили, да? Да, это, короче, Джили, это первый... Лисян принадлежит Вольво. Нет, смотри, есть, короче, компания Джили. Да. Вот. Им принадлежит Вольво. А, и сейчас и Лисян тоже. И им принадлежит там какой-то чуть ли не самый крупный пакет акций Мерседеса. И это, типа, их премиальное направление, если не ошибаюсь. Вот Лисян, это их, типа, премиальное направление. Скажи им теперь, что это шляпа. Люди там такую работу объемную проводят. А ты вот смотрел же про нее, про Лисян. Там было такое, что вот я какие-то слухи слышал, что там инженеры каких-то топовых фирм, китайцы их к себе забирают сейчас там. Я слышал такое, но не вдавался в подробности. Знаешь, чтобы вот какую-то тему там определенно изучить, источник, откуда это пришло. Инженеры и там, и там. А ты туда, ну, на Москву не думал двигаться? Я думал. И сейчас тоже думаю, но уже осень наступила, уже как-то, по-моему, не совсем актуально. Не, ну, я в целом говорю. Глобально, то есть, я хотел переехать в Москву, и там двигать. Просто, когда мне говорят, какие цели, я говорю, вот это и цель. В Москву уехать. Если бы там было что-то, что делать, я бы уже не думал об этом, а уехал бы давно. Но прежде чем там что-то найти, нужно туда приехать. Конечно. И это такой процесс, когда ты должен выйти из зоны комфорта. Не только там, жилье что-то, а вот в голове морально. Я понимаю, что через неделю, я подумаю, что я здесь делаю? Мы хотели машины рядом, кафе рядом, все удобно. Инты рядом. Со всеми увидеться можно, со всеми встреч. Да, все им встретишь. Там пробежки с утра, тренировки, семья, друзья, все успеваешь. Но в то же время иногда ты устаешь от этого. Вот хочется просто номер поменять, одному побыть, чтобы тебе никто не звонил. Вот представляешь, сегодня мне скидывает человек доверенность, и говорит, мне от тебя вот такая доверенность нужна. Просто он занимается, переоформлением машины, которая когда-то у меня была. Я ему отвечаю, я не могу тебе ее сделать. И он перезванивается таким возмущением. Брат, вот ты такой недоверчивый, как ты можешь, можешь все братья, это Тонь. Я сижу в кафе на Буйнакского. У меня нормальное настроение на встрече. На Буйнакского 6. Я говорю ему, эй, послушай, говорю, мне плевать, говорю, кто что говорит. Вы что думаете? Я говорю, такой доверчивый, что ли, для всех. Я должен вам доверенности писать и не читать, их договора подписывать, не читать. Да, я вот такое говорю. Зачем ты мне это озвучиваешь, даже если ты так думаешь? Как я тебе могу доверенность сделать, что там от моего имени пять непонятных армян в Армении могут совершать таможенные операции, банковские операции, еще какие-то операции? Завтра, когда у меня какие-то проблемы будут, налоги на мне будут висеть, запрет на выезд страны, ты как это будешь решать? Сейчас, ахи, там адвокат один приедет, там и это, и то. И когда это все тебя сопровождает, ты просто вот хочешь поменять номер, просто ищите его. И то они найдут не меня, а моего помощника какого-то, который скажет, самар занят, он не может. И не потому, что я там типа на таком уровне двигаюсь, да, все, я там внизу доступа. Потому что люди настолько, они, ну, вот пишут мне там, салам алейкум, сапар, я там видел, ты выкладывал, помощника ищешь. Ночью, 10 часов ночи пишешь незнакомый номер. Он думает, эй, зачем писать там на этот аккаунт, который он отметил, через колото. Когда я напрямую могу зайти? Может, на бабки хочешь там, да? Да, это как бы, это как бы, это как бы, к декану подойти через колото, а тут напрямую подошел. Ну, как такого человека можно взять? А, вот ты самый такой, прохаванный, давай я тебе беру, да. Нету тактичности, нету уважения какого-то, нету, ну, не проявляют люди нрав какой-то, не задумываются, не потому что они плохие, думают, да я что-то умничаю. Они просто об этом не задумываются, они вообще на другом уровне мыслят. Поэтому ты сталкиваешься с тем, чтобы, там, нанять себя ассистента, поменять номер, и просто разговаривать только с теми, от которых реально есть какая-то польза. И для тебя, и для них. Потому что большинство людей, они просто, вот звонок, я понимаю, что от меня кто-то что-то хочет. Сапар, салмалейкум, там, незнакомый какой-то голос, смотри, брат, у меня там с машиной что-то, я хочу это, хочу то. Свечи, свечи хорошие, где продаются? Таких вопросов куча, особенно, когда у меня был детейлинг, я его поэтому и продал. Просто я там на речи казака машину зацепил, сейчас тебе фотку скину. Алло, брат, я к вам машину загнал, у меня там ствол бардачки остался, там, если что, имею в виду, ночь, когда ты спишь. И дело даже не в том, что ты занят, а ты просто вот книжку читаешь, ты там смотришь что-то, ты разговариваешь, ты чай пьешь. Чай пьешь, это же не занят, но я не хочу пить чай и там по телефону разговаривать. Уже давно все на текст перешли, и вот от этого устаешь и думаешь, им надо уехать, чуть в другом обществе пожить. И плюс еще, о чем я думаю, я раньше вот все, что рассказывал про знакомства новые, про ПК, первые мои выезды на приори, это были сходки разные, Пятигорские, там еще где-то, приезжаешь туда, там, кабардинцы, чеченцы какие-нибудь, осетины, разные нации, и ты новых людей узнаешь, кто-то из них твои религии, там, ты смотришь, там, намаз делают они, интересно как-то становится. И я прям кайфовал от того, что нетворкинг, новые люди, знакомства, там, вот мой номер, будешь в Дагестане набирать. А сейчас это все остановилось. Ты всех знаешь, все тебя знают в городе. Кого ты не знаешь, ты их не хочешь знать. Уже, ну, так ездят. А фоткаться подходит к тебе? Фоткаться подходит часто. Сегодня подходил парень. Ну, в Дагестане с этим, знаешь, чуть-чуть тяжело нашим. Да, они думают, да, и что там. Знаешь, в Дагестане как это работает? Вот на Асланбека примере, да, его же сильно узнают. И вот ты идешь с ним, оборачиваются, смотрят вот так, вот так, и кто-то один, если подойдет, сфоткаться, все, и по нем, по нем, по нем. И вот все начинает, один, второй, третий, четвертый, пятый. Как будто вот им первому не по кайфу, но раз уже кто-то сделал, давай я тоже. Вот на Буйнавского бака в основном подходят те, кто приехали в город. Я там откуда-то, я с такого-то, город в наш не подходят. Подходят, но вот на заправке сейчас только что заправлялся. На заправке сейчас подходил парень, я тебе пишу, поддерживаю тебя. Что скажешь, значит, этой машиной? Есть смысл вот эту мою менять на китайскую, вон там 570, но я говорю, не пожалеешь. Подходят? В общем, в Москву хочется поехать для того, чтобы новых людей узнать, опять ощутить эти эмоции, новые люди, новые там, какие-то знания, новые процессы в твоей жизни происходят, новые направления, там, ты в заработке, в росте, ты смотришь что-то новое, узнаешь для себя, новых людей. И вот этого чуть не хватает, я из-за этого хочу в Москву. Хотя... Ну, в принципе, у тебя же как, если ты в Москву переедешь, допустим, там, в следующем году, у тебя же есть бизнесы, которые на потоке, которые, в принципе, тебе дают возможность поехать туда, и начать на потоке. Я не привязан к какому-то месту, хотя понимаю, что в Дагестане мне, наверное, легче зарабатывать, легче контракты какие-то строить. У меня есть контракты, люди там платят деньги, и вот как я говорю, как я люблю, люди, которые не проверяют, не смотрят, что-то там что-то. Просто они платят и говорят, ты с нами, ты в команде. У тебя контракты как у автоблогера, получается? Да. Но, сохранив все это здесь, уехать в Москву, периодически приезжать, вот так хочу. Так я думаю. Но сейчас, знаешь, не хочется, как я говорил, из зоны комфорта выходить, потому что это нужно, вот ты приехал, ты снял где-то квартиру, ты начинаешь видеть минусы этого района, блин, надо было в тот район. Потом ты думаешь, где машину помыть? Просто вот задача, да, машину надо помыть. Где это сделать? Где-то куда-то, в какой-то район ехать, полдня на это тратить. Здесь у нас, я там позвоню мойщику, сама мойка есть четкая, там за пять минут у тебя машина идеально чистая. Алло, Азамат, я еду, забронируй мне место, бронирую, еще сверху ему даю 100 рублей, чтобы не омыло, он сам помыл ее. Моют, выезжаешь в Махачкалу на чистой машине. Там как это делать? И помимо этой задачи... Там наладить надо тебе это все. Вот именно наладить. А тебе это все неохота делать. Ну знаешь, вот я Москву не люблю в плане работы вот такой 5-2. Вот у меня есть знакомые, которые там работают, 5-2, я вообще их не понимаю. Я бы никогда в жизни не смог. А есть люди творческие, как Амар, там ребята, которые связаны с юмором, с кино. И вот для Москва это вообще кайф для таких вещей. И вот для блогерства, потому что ты, тебе не надо утром вставать, ехать. И ты вот в этом живешь в режиме, понял? Ждешь вот эту субботу, воскресенье, да. А вот когда ты там встаешь, у тебя какой-то режим, сам себе собираешь, встреча какая-то, что-то съемка и так далее, это уже поинтереснее. И в Москве, конечно, в этом плане возможностей намного больше. Ну да. На самом деле легче жить в Дагестане, в Махачкале. Ну да. Намного легче. И сказать, что это там, как любят наши говорят, что-то отстало, типа вообще нет такого. Ты поезжай во Владикавказ, в Грозный. Там вообще тихо. Там даже в Ростове. Ты смотришь, ничего не понимаешь. В Махачкале движ. Суета какая-то. Да. Ты видишь, люди финансово обеспеченные. Что-то можно продать, купить. Вот товарооборот идет. Друг друга все поддерживают. Все вот что-то делают. Все ходят. Кроссовки, степынки. Красно. Это плюс большой. И люди, которые приезжают из других городов в Махачкалу, они в шоке бывают. Какой здесь движ. Сколько здесь разных людей, интересных людей. у нас очень много на самом деле интересных людей. По рекламе часто настигают тебя? Вот я не говорю, я не говорю, знаешь как, я не говорю, вот эти контракты у тебя бывают, правильно там, ну, к тебе проходят. Я так понимаю, ты очень избирательный в плане рекламы. А вот уже пришел к тому, что вообще не делаю рекламу. Просто не делаю все. А бывает, ну, вот это в любом же случае, ты, когда взлетаешь, как блогер, там тебе смотрят, тебе прислушиваются, у тебя хорошие охваты, и вот там близкие начинают, короче, исполнять. А мне и брат. На удивление, близких таких у меня нету, кто этим пользуется. Я сам иногда думаю, вот надо ему сделать рекламу, в его кофейню прийти, в его магазин прийти сделать. Вот это периодически делаю. Даже стараюсь это как-то не так сделать. Хотя, пацаны, вот четкая кофейня, приходите сюда. Пошел, там бронщик, стекло поменял, установил, антигравийку сделал. Да, как-то нативно, чтобы это было с пользой. Вот блюдо понравилось мне. Я же говорю, я люблю чем-то поделиться. Ты пишешь там его. Вот в Папахе был я там два дня назад. Я решил выложить этот блюберибол, который там. Блюберибол? Да. Выложил, хотя до этого сто раз там был, не выкладывал. Думаю, вот захотелось в этот момент мне поделиться. Книга лежала на столе, я там сидел один, читал книгу, думаю, что-то так. Блюберибол залетает. Да, залетает. Давай выложу. Выложил, отметил. Вот так люблю делиться. Ты какого числа ты был? Вчера. Вчера? Как интересно сейчас мне посмотреть, как вообще именно этот блюберибол. Статистику. А, статистику продаж блюберибола. Статистику именно блюберибола. Выросла или нет? Потому что там она вообще, ну, сам этот блюберибол, его как выпустили, он, короче, пошел топом. И он, насколько я знаю, потому что постоянно все там же блюда повторяются, как и в Кфимане, здесь. И там была история, когда Мустафа, короче, мне позвонил, написал, говорит, а что, говорит, блюберибол. Он, оказывается, в Москве где-то там на встречу пришел, ее официанту говорит, блюберибол пронесите. А он здесь и сделал, короче, это место. Он смотрит, что за блюберибол. в смысле блюберибол у вас есть, короче, настигает. Я однажды три их подел подряд, один, второй, и третий уже неудобно было, перед официантом, типа, давай еще третий. Это не мне, не мне. Три, короче, сел. И четвертый с собой возьмите, пожалуйста. Знаешь, почему рекламу не делаю? У нас, вот, как я уже говорил, люди не тактичные. Блин, они хотят, чтобы ты к ним пришел, типа, ты такой хороший пацан, давай там, будет время, приходи. Я говорю, да, как раз мне, Гор, эта проблема беспокоит. Давай, я к тебе приду, все равно, как ты прочишь, поговорим, да. Прихожу, я говорю, сколько стоит эта процедура? Он говорит, три тысячи. И это мы все, если что-то не то, я им три штуки дам, и уйду. Думаю, хорошо, что он мне озвучил, хорошо, что у меня есть нал, не так, ей номер, ты скажи там, давай, я закину. Проводит процедуру. Я говорю, сколько я должен? Три тысячи, он говорит. Я говорю, все. Он говорит, нет, я думаю, хочешь сказать, не, не надо, я же тебя просил прийти, типа, ты пришел, мне этого достаточно, я тебе хочу помочь. Если люди реально искренне что-то делают, я уже чувствую, что я должен рекламу им сделать, да, реально человек хочет помочь, не позвал тебя для рекламы. Он говорит, не, не, это на кассу. Я такой, все. Он говорит, брат, давай фотку сделаем, да, я говорю, да, сделаем. Кассия подхожу, я говорю, кассир же, да, 3 тысячи. Он на нее смотрит, а консультация, диагностика, тысячи, нормально. Я думаю, так, все, четыре штуки дал, за какую-то непонятную процедуру. То есть, он меня вытянул, мне пишет, я вот, ты интересный человек, я хотел бы с тобой поговорить, как-нибудь сесть. Он меня вытянул, поговорил со мной, четыре штуки с меня взял, еще мне говорит, этот, ну, пока я лежал там, он мне говорит, а что там процедуры, а что там реклама, там, почему ты не делаешь, вот мы там кого-то потягиваем, мы им делаем за рекламу. Какую-то, короче, ерунду мне объясняет. Я ему, да, да, я говорю, знаешь, мне чуть тяжело эти моменты, говорю, обсуждать, у меня менеджер есть по рекламе, говорю, давай я тебя с ним свяжу, там, для того, чтобы просто на эту тему не говорить с ним. Теперь он мне говорит, давай фотку сделаем, прикинь, он меня позвал, он четыре штуки с меня взял, еще знаешь как, вот, знаешь, духи толкаю на улице, ты в моменте не понял, как ты духи купил, вот так он меня вытянул. Фотку сделал, да? И фотку теперь еще хочет сделать, ее выложить. Я говорю, ты знаешь, честно говоря, после процедуры чуть не так выгляжу, давай потом другой раз, говорю, не приду, а сам думаю, в жизни не приду больше. Выхожу и думаю, просто напишу себе в шапке профиля, рекламу не делаю вообще. У меня там номер был менеджер раньше, он там сортировал, кому делать, кому не делать. Сейчас я его номер удалил, еще хочу вот так написать, рекламу не делаю. Потому что люди, ну, во-первых, часто бывает реклама, которую неудобно выкладывать. Не то вообще. Я говорю, я не делаю такую рекламу. Вот сейчас кипиш идет в Инстаграме, видели, Рустам Шахбанов, там, духи, курсы. Он у меня много раз просил, давайте заплачу, там, сделай рекламу. Я говорю, брат, не могу, говорю, почему ты думаешь, я какую-то ерунду там обучаю? Я говорю, нет, я просто не знаю, говорю, что я буду рекламировать, поэтому я не могу рекламировать. Там, типа заправку проще, даже такие вещи. И кто знает, что там качественный бензин, можно там порекламировать, чтобы она соответствовала каким-то там, не так, заплатили, вот там по дороге куда-то, хорошая заправка, заезжайте к нашему брату, или там, вот здесь мебель у нашего брата, хорошая, диваны четкие, ну, не мое вообще. Во-первых, я не люблю превращать аккаунт в этот, доску объявлений. У меня даже раньше была, когда реклама, она была там раз в месяц, ценник был высокий. Не потому что, мне говорят, а что за цена, типа там? Я говорю, цена не для тех, кто считает, что когда столько-то охватов, вот столько-то нормально. Цена для тех, кто деньги не считает и говорит, я хочу, чтобы там была моя реклама. Вот ее нету, а вот моя будет там, вот за такой-то прайс. А по-любому тебе писали, букмекерские, даже всякие. Ну, это да. Сколько предлагали, самый максимум? Бывало такое, мы тебе вот столько даем. Они обычно перебивают, жесткую цену. Я уже не помню дословно, я даже просто не отвечаю. Там в основном менеджеры пишут, здравствуйте, я такая-то, такая-то, представительница этой компании, там такой-то, хотели бы с вами сотрудничать. Недавно пишут, что на каждое свое видео ставьте нашу наклейку, там больше ничего не надо делать, мы вам будем платить. Я раньше там стебался над ними, типа да, давайте один миллион заплатить, и я выложу. Проверял, да, готовый. Я уже даже не помню, какой был ответ. Не хочу сейчас брать. Ну, миллион был? Или они предлагали? Не помню. Да, они просто суют, у них же там, они вообще, говорят, не считают бабки. Не, я думаю, так-то считают, но они понимают, что нужно как бы перебить все, что этого человека по основе. Не считают, в смысле, х2, х3, там дают. Да, 300, 500 штук могут предложить просто там. Недавно ко мне приходили ребята, которые курсы делают, тоже там обещания какие-то. Я говорю, я не делаю, пацаны, не могу. Я говорю, мне реально неудобно вам отказывать, говорю, типа я себе цену набиваю, но я не могу делать. Не мое это. Я вот еще у других людей поспрашивал, говорю, не то, говорю, поймите меня правильно. Они мне говорят, просто скажи сколько, 400, 500 тысяч, сколько скажи. Я говорю, я подумаю. просто вот так и оставил. Реально люди готовы платить за рекламу, но не хочется ее делать. Опять-таки, Егор, если бы, наверное, был единственный источник заработка Инстаграм, наверное, я бы... Ну, конечно, да. Я бы больше делал эту рекламу. Но чем там двоим или троим сделать дешево, лучше одному дорого сделать и сделать это редко. Ты один из первых франчайзи Доннадц Дэй. А ты не владелец, Доннадц Дэй? Сильных тем, они... Его же аудитория, это как у... Да. Они же всегда думали, что хозяин Дэй, Сапар. И они удивлялись, типа, как? А что? Типа там другие пацаны, что ли? Как вообще ты ворвался? Я помню, я же еще там тоже... Да, в твоей части тоже был. В этот промежуток я там тоже работал. А я вот, когда ребята мне пишут, Сапар, вот как это ты сделал, как то сделал, как ты добился там чего-то... Красавчик Доннадц Дэй замутил бомбочку. Если вы думаете, что там успех это кропотливая какая-то работа и все те люди, которые рассказывают про успех, это значит, что они что-то делали, там как этот Эдисон там лампу придумывал там в гараже своем. Я говорю, на самом деле все намного проще. Говорю, ты просто в какое-то время, в каком-то месте оказываешься, какая-то тема поднимается, ты ее подхватываешь и в этом какое-то развитие для тебя идет. Вот у меня так было с Доннадц Дэем. Это был 2015 год. Тогда у меня, получается, в 2014 году в декабре уже умер отец. Он скончался. от онкологии. Пусть Всевышний его помилует. И такой период был, когда вот раньше у тебя были тачки в 2013-14 году спортивные, заряженные, был заработок, короткоходки продавал, зарабатывал нормально. Потом наступил какой-то переломный момент в 2015, что эта тема уже стала неактуальной. Вот эта посадка, это все, уже все, мода ушла на спад. И я тогда прям нигде не работал, ничего не делал. Прямо вот у меня были, откуда-то появлялись деньги. Что-то я делал. Всегда, я вот даже вспоминаю, сейчас у меня мотоцикл был, в ЗЭМе, я ездил на Ленина часто, по вечерам там сидел. Вот это вот, в кафе сидеть, вкусно покушать, у меня всегда было. И погонячка. такой, 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 Короче, тоже у тебя бывает, у тебя видос есть, с GoPro камерой, с GoPro камерой и он раздает. Ты знаешь, вот мне YouTube надо было тогда начинать, в 20-х годах. Тогда это просто в городе как-то считалось, типа, там, блогер, и это мешало на самом деле. Тогда только кошек видео смотрели, приколы, приколы YouTube, находишь и смотришь просто. и кино. Наверное, сейчас было бы намного больше у меня YouTube подписчиков. Но во всем благо, может быть, я бы не в ту сторону ушел бы с этим всем блогом. Есть такие примеры, да, люди теряют связь с реальностью, связисят, короче, выходят в этот виртуальный мир и все, думаешь, блин, что ты делаешь? В общем, я случайно пишу в Инстаграме парню, я говорю, что у вас мотоклуб, что за тема? Он говорит, приходи к нам на собрание, увидишь, как это все. У меня был мотоцикл. Я приезжаю к ним, смотрю собрание, байкеры сидят. И закончилось собрание, он меня сажает рядом с президентом клуба, говорит, это Сапар, вот, это такой, это президент клуба, Сапар хочет в наш клуб. Я думаю, что говорит? Я же не хочу в клубе, я просто ему написал, типа, что за движуха, хотел бы глянуть. А тут он мне, и мне же не по кайфу сказать этому, типа, не, 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 тормозите, я там не готов, да. Он, типа, что-то перепутал. Понимаешь, как я не могу, просто неудобно, что-то говорить. Я такой, думаю, да, все, как-то я случайно оказываюсь в мотоклубе. Мне это начинает нравиться. Движуха какая-то, мотоциклы, куда-то едем. приезжаем на открытие мотосезона в Дубки. Приехал я туда, я уже всех узнал, все, выхожу, иду, иду, иду просто, смотрю, этот, река внизу, каньон, каньон. А тогда не было популярным инстаграммом Сулакский, каньон Дубки. Там не было людей вообще. Я смотрю, куда я попал, что это за место красивое. Я даже не знал о существовании этого места. И открытием мотосезона был бариста из ЗМ. У него там круассаны, стаканчики кофе, кофеаппарат. Это был Юсуф Нурдин. Я смотрю, он там шатер, собираю дождь, шатер собираю, что-то делаю. Я думаю, ему это зачем надо? Сиди на своем месте, тебя позвали, кофе делай, делай кофе и все. Он там старается, что-то делает. И как-то мне понравилось. Я встаю утром с палатки, ухожу, смотрю, он мерзнет, сидит у костра, дождь был. Сидит у костра, мерзнет. Я думаю, блин, ну ты молодец, рубит дрова, подкидывает костер. И как-то мы с ним познакомились. Я вот говорю уже, что я любил там взаим приезжать летом. Он там работал взаиме, оказывается, на Ленина. И мы с ним общались, мои друзья с клуба с ним общались. И как-то я узнаю, что он открывает Донас Дэйв в седьмом континенте. Пончики, все дела, кофе вкусный. Я начал употреблять кофе и пончик. Прям очень вкусно. Это был Рамадан месяц. Я целый день в разу держу. пост. И думаю, Вайжур, то, что ты хочешь, да и ты просто проходишь там мимо конфеты, их даже хочешь. Я вспоминаю про эти пончики. И надо ехать. И не могу целый день о них думать. Вечером приезжаю. Они такие, ой, закончились пончики. Я думаю, я целый день о них думал, закончились. Свой такой. Просто у них ограниченное количество было, они только открылись. и Юсуф мне говорит, надо тебе эту франшизу взять у нас. Сразу залетел. Открыть там в Каспийске, если ты приезжаешь. И я задумался над этим. Червяк в голову зашел, я об этом задумался. Думал об этом. У меня, получается, был мотоцикл, Харли Дэвидсон и еще какая-то часть денег. Сколько это на тот год вложил, обошлась точка? Короче, у меня было где-то 1900. Вот тогда с рядом мы познакомились. Было у меня помещение в Каспийске. Я вот так опять несколько раз приезжал, нету пончиков. Я уже начал ругаться, звоню Юсуфу, что за фигня, говорю, Руслан Долгатов был. Что за фигня, говорю, почему нету пончиков? Что делать, чтобы они были? Делайте больше, я уже начал звонить, бронировать. Все, приезжаю, забираю пончики, еду домой, кофе там, как он назвался? Кофе так и назвался. Донус Дэй в фильме ныне. Это типа капучино с чем-то был. Ну вкусно реально на то время только популяризация кофе была. Это реально очень вкусно было. Я так подумал, зачем здесь платить бабки, когда можно свое открыть? Тем более в Каспийске. Пойдет тема. С мамой посоветовался. Очень важно, на самом деле, у меня мама такая мудрая женщина. Чего бы она ни говорила, даже своей жене говорю, ты прислушивайся к моей маме, потому что она в жизни многое видела. И я очень много раз убеждался в том, как мама говорит, так и есть на самом деле. Хотя на первый взгляд что-то можешь сказать, да не доставь, потом думаешь, как мама была права. У меня по сей день происходят такие ситуации. Я бы там похожую рассказал бы похожую ситуацию. В общем, мама мне говорит, конечно, говорит, хорошая идея, давай. Газ. Попробую. Газ. И все, я начинаю открывать точку по продаже пончиков и кофе с собой. Вот ряд участвовал в этом всем. Открываю и весь Каспийск был там, потому что не было места, где можно заказать кофе и уехать. Кататься в городе, кофе пить, да, с собой. Был только ЗМ в Каспийске на Ленина, но этот формат купить кофе и уйти, он был какой-то, ну, еще и видеть. Юсов как раз горел этим форматом. И все, и тема пошла, люди начали приезжать, я уже от этой точки начал дальше развиваться, открыл еще одну точку в другом месте. И параллельно это все транслировал в Инстаграм. Все, все процессы выкладывал, постоянно делал рекламу, постоянно. И об этом многие начали узнавать, об этом бренде. И поэтому многие до сих пор думают, что это мой бренд. Даже вот сейчас смотрел подкаст Мухаммада Алис с Русланом Долгатовым в Инстаграме отрывок. И в комментарии пишут, объясните роль Сапара, ну, кто он там, до сих пор там люди не понимают. И к чему я так говорю? К тому, что вот ну, Дон СД это не единственный бизнес, которым я владею, но это была такая стартовая точка. Вот в 2015 году, как я уже говорю, ничего не было. Вот оттуда я начал что-то зарабатывать, аккумулировать какие-то деньги, вкладывать эти деньги в другие какие-то сферы. Параллельно автомобили покупал, с прибылью продавал их. И говорю к тому, что вот однажды в жизни может быть такое, что ты где-то окажешься, как я тогда в дубках, с какими-то байкерами вообще, себя никогда не чувствовал байкером. Мотоциклист люблю, по сей день у меня есть мотоцикл, но байкерская тема и мотоциклист это разные. В общем, как-то я оказываюсь на этом собрании, где мне говорят, и вот он хочет в наш клуб вступить, а я вообще не хотел. Я думаю, ну ладно, раз он так говорит, промолчу. Попадаю в этот клуб, там мне что-то начинает нравиться, попадаю на открытие сезона, вижу этот каньон, вижу там Юсуфа, хотя мог бы типа да, иди отдыхай до Бористона. Не воспринимать. Я вижу, он старается там, думаю, вот молодец, красавчик. И мне, он футкал, пока мы ехали к себе, до сих пор эти публикации из Буклаба. Он за ним стаканчик, как мы носили на этом стаканчике. И мы вот так начали общаться и говорю это все к тому, что однажды ты где-то в каком-то месте окажешься и у тебя может быть какое-то развитие, рост какой-то. Это неважно, это может быть в 40 лет тоже, в 35, 40, в 50 лет. Есть очень много людей, когда они всю молодость были бедными, а заработали деньги в 50, в 60. У кого-то ребенок рождается, ему 35, у него родился ребенок, ребенку исполнилось 20, он в 20 лет отцу 55, он в 20 лет какой-то там токен покупает, какую-то крипту берет, она у него стреляет, он зарабатывает миллионы долларов и просто папе начинает покупать самые дорогие автомобили, дома. И просто человек, который до 55 лет жил скромно, его сын начинает. То есть в жизни вот так у каждого, кто думает, вот как добиться чего-то, на самом деле, наверное, нужно прислушиваться к каким-то знаком, не пропускать это мимо. У меня и в других вещах было так, мне люди пишут, Сапар, Салам Алейкум, вот такая-то тема у нас так. Сейчас бывает часто, что я думаю, ну, типа, мне не до этого, у меня есть другие заботы. Раньше, если бы я так подумал бы на что-то, типа, ну, да, понятно, все, окей, подумаю я и пропустил мимо ушей. Много чего не было бы. А я вот думаю, а, да, окей, хорошо, с кем мне точный адрес, я поговорю, еду, разговариваю, люди там не подписываются, я потом это дальше добиваю, все получается эффективно, как хотел, и опять-таки какая-то отправная точка для развития. поэтому прислушивайтесь к сигналам и все будет. А цветочный магазин, это ты там как бы совладелец или как ты вообще? Цветочный это идея моей жены. У меня когда был павильон до Назды в Каспийске деревянной, я ее там просил, сделай мне там цветочки какие-нибудь, она у меня, ну, такой творческий человек и умеет не просто творчески, они там в голове творчески рисуют что-то, руками, а вайт, кто умеет что-то созидать именно, даже то, что смотришь, это мужчина должен делать, какая-то сложная работа, она может там палкой мешать, эмульсию какую-нибудь, что-то делать. Я смотрю в зеленом мире кусты кашпо в таких хороших этих, как назвать, в ведрах, горшочках и такой забор деревянный. Смотрю, стоит там одно 70 тысяч, мне, думаю, два надо, это 150 тысяч, думаю, блин, что за цены, я фоткаю, я ей говорю, вот это надо сделать. Заказываю заборчик у мастера, который занимается этим деревянными сделиями, кто как раз киоск делал, и она мне говорит, все, окей, короче, едем на Эрчи Казака, берем то-то, 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 берем горшочки, мы все это покупаем, взял там альбастер, или как это называется, все, она начинает мастерить и делает мне четкие кашпо, потом сделала мне еще там сбоку на окно этот, тоже цветочки аккуратные, я смотрю, она умеет реально, и думаю, надо, по-моему, открывать цветочный магазин, то есть, чтобы занять чем-то и женский бизнес, то, что ей по душе, то, что она умеет, вот она работала в магазине, там цветочном, набралась опыта, потом, как это называется, повышение квалификации в Москве, там проходила какие-то курсы, и дальше, ну, базу какую-то взяла, дальше уже сама своим творчеством каким-то, и вот мы открыли один цветочный магазин, он работал с 2018 года, уже 5 лет, с первого месяца он работал в плюс, и сейчас недавно она тоже, это ее была такая, не то чтобы мечта, а большое такое желание открыть кофейню и цветочный магазин, и мы решили сделать фантазию, и Донас Дэй, коллаборацию, тоже, я был просто инвестором, мы только месяц работаем, я просто вкладывал деньги, и все, и просто курировал процессы, а вот дизайн, идея, реализация этого, этой идеи, то есть не просто открыть, а чтобы это было так, как она видит, как она хочет, я доверился, и сейчас понял, что на самом деле неплохо, реально четко, и даже смотрю на Буйнаского, Донас Дэй, он как будто бы что-то взято, не что-то, ну, как будто бы одно и то же, да, на первый взгляд. А где открыто? Это в Каспийске, знаешь, когда заезжаешь в Каспийске, эти 4 башни идут, стеклянные, вот Глэйд комплекс. Есть на Халилово, да? Да. Вот кольцо, справа Алиалиевский зал, и слева начинаются стеклянные дома, вот внизу, Камериский, где Ильпачево, да, перед Ильпачево немного ближе. О, там Ильпачево тоже есть? Да. Я давно там не был. Ну, с первого месяца работаем уже в плюс, ну, тяжело там дать какую-то оценку. Еще мы посмотрим сейчас в сентябрь, осень, зима впереди, туристов мало, будем смотреть. И на сезон цвет, точно тоже. А вообще с автомобильной темой куда-нибудь с себя, ну, у тебя есть вообще? Думывал ли ты? Как развиваться? Нет, если ты ее закончишь куда-то в другое место, или ты вот, ну, то есть, вот это твое направление, ты больше никуда не хочешь идти, то есть, ты можешь заходить в какие-то другие бизнесы и так далее, как там, типа инвестор, или там, это совладелец, да, и так далее, но твоя основная тема, ты кайфуешь все равно с тачек. Ты знаешь, автомобильная тема. Почему ты не открываешь автосалон? Вот я знаю, что, кстати, мне кажется, он вот галюджи дитейлинг закрыл, мне показалось, что он как-то хотел бизнес авто связанный, но понял, что как будто это энергозатратно, и ты не кайфуешь от процесса вот автотема, который он, он сейчас просто кайфует. Я открыл дитейлинг-центр с первого месяца, я зарабатывал 500 штук чистыми. Ну, меня напрягало, знаешь, отсутствие эстетики. Подвальное помещение в центре Махачкалы на Каркмасово, где нет парковки, где к тебе приходит арендодатель, каждый месяц ты ему 100 тысяч даешь. Это немаленькая сумма за такое помещение. Потолки низкие, колонны идут. Ну, вот, ты понимаешь, можно на это глаза закрыть, я 500 штук в месяц делаю, все, пофиг, но тяжело, ты заставляешь, заставляешь себя. Я вижу дитейлинг так, во-первых, это должно быть за городом, где-нибудь между Каспийском, Махачкалой, должен быть шлагбаум красивый, там, где охранник есть, где парковка четкая, где не захламлено, где у каждого есть свое место, свой пост какой-то, то есть, у нас как там было, один делает химчистку, шумит этим торнадором, вся эта пыль с салона выходит вверх, и рядом ювелирная работа по оклейке кузова антигравийной пленкой, там пылинка не должна попасть. Ты там за навеску какую-то заказываешь перегородку, этот весь шум. У тебя должен быть офис, где ты как директор этого центра сидишь, где там ты можешь посадить людей, владельцев дорогих автомобилей. Ну, ты все проецировал уже. я люблю вот так, чтобы было идеально, все, я хочу, чтобы это было большое пространство, чтобы это было мое, чтобы я не платил каждый месяц сто тысяч кому-то. Вот карантин закрылся там, пропала возможность работать, да, в карантин. Ты каждый месяц должен сто тысяч, если ты не договоришься. Это вроде бы в хорошем бизнесе проблем нету сто тысяч платить. Кому-то так даже выгоднее, чем покупать и строить самому, вкладывать большие деньги. Лучше сто тысяч в месяц платить, платить. Но когда твое ты любишь, ты стараешься, ты хочешь вот как за своим ухаживать, смотреть. Когда это аренда, ты думаешь, да, ничего страшного, пусть будет. И автосалон я бы открыл бы, я вот тоже это вижу, большие инвестиции. Это уже привлекает нужный инвестор. А если ты инвестора привлекаешь, ты должен ему сказать, что мы будем зарабатывать. Говорите, это тема просто для души, для кайфа. Ну, люди не захотят вкладывать деньги. Ну да. Свои вкладывать деньги, то, чтобы просто попробовать, тоже не то. Я вижу идеальным автосалон следующий. Это... А если расскажешь, и кто-то откроет? Да, ничего страшного. Это... Ты знаешь, в этом бизнесе люди же решают, не сама идея. Я это вижу так. Ну расскажи, да, мне интересно. Там должны быть идеальные автомобили, те, на которых я вот сам люблю ездить. Это какие-то внедорожники, тюнингованные под экспедиции, интересные там модели. Вот как у меня был Ford Raptor. Недавно я ездил на G-Frangler, Rubicon. Это должна быть какая-то экипировка, которой я пользуюсь. Горнолыжная экипировка, трекинговая какая-то одежда для активного образа жизни, какие-то интересные товары, чем ты сам пользуешься. Вот если бы у меня был такой автосалон, я бы открыл бы там же и магазин, подумал бы, что я буду продавать для автомобилей. Видеорегистраторы. Допустим, какой регистратор? Самый топовый, самый лучший. И ты можешь снять видео, сказать, знаете, почему мы его продаем? Потому что там и перечисляешь какие-то... То есть я люблю эстетику, люблю все самое лучшее, самое дорогое. Я знаю, что думаю. Вот я вижу в Москве, автосалоны же бывают, такие бэушные машины стоят. У меня друг там работал, он говорит, там такая афера, берут машину, убитую в хлам, внешне ее там чуть-чуть марафет наводят, обязательно там керамика, полировка, химчистка. Ну, первое впечатление дают бомбовое. Договор быстро-быстро составили, все, ты уехал, дальше что было, то было. А вот есть такие люди, да, там, в автотеме, как лидеры мнения, да, как, например, ты. И вот если у тебя будет какое-то место и там, условно говоря, машину пригнали, поставили, и ты знаешь, что там у Сапара есть автосалон, там стоят 10 машин, их железно можно брать. Что-то такое неинтересно. Есть канал на Ютубе, Ярдрей, это юрист, он там раскрывает схему автосалонов, так интересно смотреть. Он много чего предостерегает, то есть при покупке автомобиля ты уже на будущее знаешь, на чем можно попасться. И вот то, что ты говоришь, эти аферы, их очень много. Нам, как мусульманам, заниматься аферами чем-то, это непозволительно, в этом нет никакого барраката, никакого блага, ты понимаешь, заработав сегодня, ты завтра все потеряешь, еще в долги уйдешь какие-то. А брать, продавать автомобили где-то в Махачкале, допустим, вот как я говорил, продолжу сейчас свою мысль, вот я бы хотел, чтобы при автосалоне был детейлинг, ты сегодня выгнал какую-нибудь ламбу оттуда, покатался на ней немного, снял какой-то контент, обзоры для Ютуба, загнал в детейлинг, детейлинг его отмыли, днищи помыли, колеса сняли, арки помыли, идеально намыли, поставили на выставочную зону, где, когда она будет покрываться пылью, ее будут протирать эту машину, то есть эстетика. Завтра ты катаешься на другой машине, тоже что-то снимаешь, обратно ставишь, каждый день, сегодня так складывается, я каждый день езжу на разных автомобилях, только они у меня дома где-то во дворе, на мойке где-то, а когда у тебя салон, когда там же магазин каких-то аксессуаров, одежды какой-то, вот мне постоянно пишут, брат, что за кепка, что за кепка, что за очки, ты понимаешь, было бы интересно это все монетизировать, но есть другая сторона, люди, которые меня просят продать автомобили, допустим, стоит автомобиль 10 миллионов, вот реально его рыночная стоимость, постараться его продать, найти человека, которому нужен этот автомобиль, закрыть его потребность, это 10 миллионов, он тебе говорит, смотри, брат, мне 11, дай все, что сверху, твое, и ты думаешь, ну вот ты умный, красавчик, почему я не родился таким умным, он уже завышает от рыночной стоимости, выше берет, и там тебе говорят, если ты продашь, сверху твое, так никто не работает, работают люди за процент, то есть, почем бы мы ее не продали, этот процент мой, покупают люди тоже тяжело, они думают, вот как я уже говорил в начале, зачем я буду покупать у тебя, когда я могу заказать сам, я что, дурак что ли, ты на мне навариться хочешь, вот так мыслят люди, они сегодня, ну, не готовы к тому, чтобы там, ты что, на мне заработать хочешь что ли, типа, я что, на лоха похож, поэтому, если открывать автосалон, наверное, где-то в Москве, в крупных городах, в Краснодаре, даже вот с детейлингами сталкивался, как люди не хотят деньги тратить, как они их считают, ты думаешь, ну, ты мог бы на РЧ Казака где-нибудь полернуть машину, там все сделать, и дешево было бы, но ты пригнал в детейлинг-центр, где есть там, ну, для кого-то там, сапар к нему, и хочешь, чтобы цены были такие, как там, начинают обсуждать, да они у него дорого, и опять-таки, намек все на то, что, типа, я что, лох что ли, такие бабки тебе давай, и есть, конечно, клиенты состоятельные, в основном, это взрослые люди, там, старше 35-40 лет, они далеки, вот, от этих разговоров, от городских этих слухов, разговоров, просто люди, которые занимаются своим делом, сталкиваются с какой-то проблемой, и думаю, так, кто мне ее может решить, вот он, вот машина, вот ключи, сколько надо, скажешь, я вот сейчас даю аванс, 100 тысяч рублей, потом сколько еще надо будет, там, у меня там бывали чеки в детейлинге, на 300 тысяч рублей, просто люди говорили, все, что считаешь нужным, сделай, это было 20% клиентов, на которых ты зарабатываешь, 80% это те, от которых ты нервничаешь, устаешь, слушать, они приходят со своими кентами, недовольными, там, зайдет какой-нибудь, там, кент, который разбирается в машинах, что за, а что, сколы не закапали, что ли, а ты ему говоришь, вначале, ну, типа, у тебя здесь сколов много, давай покрасим, нет, что-то покрасим, не битая, не крашеная, хотя весь перец в сколах, и ты там закапал их, все, я говорю, а что они палятся, вы что, реставрацию сколов не делаете, что ли, там же где-то в торках делают, и все, и ты там на нем заработал, 5000 рублей на его автомобиле, он там два дня у вас стоял, и ты должен ему объяснять это все, качать с ним, и они иногда поводно ходят, типа, я сейчас я с ним качну, что он там исполняет в инстаграме, там, смотри сюда, там, брат, вот этот момент, и ты думаешь, мне это зачем надо, что за разборки с тобой, за твой капот, и просто я продал его, Хамзай здесь, он же у меня там какое-то время был в управляющем, у меня с ним, и у него с владельцами автомобиля кипиши бывали, брат, я там, 2012 года Каен, покрасили мне этот боковин у сидения, она отличается, отличается, и все он тебе предъявляет, типа, давай, решай, я уже двигаю управляющего, сам включаюсь, вот приезжаю, смотрю, там, идеально все, ты можешь, правда, так, как ты думаешь, как с завода не бывает, конечно, оттенок какой-то, чуть-чуть где-то, если там, с лупой смотреть, он отличается, и вот так продал, поэтому я себя вижу, конечно, в развитии автомобильной сферы, там все, но в основном я это вижу все через медиа, через творчество, вот эти мне нравятся заниматься. А что-то в эту тему гоночную не залетать, не было интереса залететь, которые сейчас там, 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 все ставятся, там, кто-то с кем-то, короче, в Ютубе, ну, она заметила, как сейчас обратно, эта автотема, что-то оживилась в Ютубе. Она, кажется, волнами идет просто, в моменте она тормозит, потом что-то какая-то тачка появится. Гоночную тему начали обратно качать, и как-то у всех интерес, короче, проснулся. И ты такой понял, кожаную, короче, кожанку, открыл шоу, да, старую. Пыль отошла, два ствола. Смотря какие цели. Как медийку свою подняли. Ну, вот если так, то да. Просто смотришь, знаешь, в какой момент бывает, я не смотрю вот эти российские блоги и так далее, но то, что попадается, это такой мега колхоз, честно. Мега колхоз относительно чего? А? Он же мега, вот ты смотришь, например, там, Литвин разбил машину. Не, Литвин разбил, Литвин у него прикольно, он вообще, он и разговаривается четко, а есть просто, знаешь, вот такое вот недопонимание у тебя, ты когда смотришь, думаешь, как так? Это просто не нравится. Ну, там есть миллионы просмотров? Нет, я к тому говорю, что, например, у него это будет намного интереснее получаться. Я, ну, практически там, на сто процентов уверен. У него уже есть, да, это суп, ну, есть лояльная аудитория, которая уже будет, да, газовать, что бы ты ни делал, я ему, там, он как сказал, так правильно все. Наверное, поднять медийку, это вот, типа, с Томаевым сделать зарубу какую-то, да? Ну, ты иногда думаешь, надо тебе это в целом или нет? Вот от Томаева отпишутся на тебя люди, да? Какая это аудитория? Кто это? Нужна она тебе? Просто там охваты увеличить в Инстаграме лайков, чтобы больше было? Или там, а ты готов к тому, что, да, у тебя завтра будет больше лайков, но где-то в моменте, ты там сидишь в кафе со своими взрослыми, состоятельными, друзьями, и к тебе там пацанчик подходит 12 лет, можно с вами сфоткаться там? И ты такой, да, давай там с пацаном фоткаешься молодым. И ты такой ручник там дал уже есть. Поэтому, ну, если тебе это надо, можно попробовать. У меня сейчас какая аудитория? я тебе сейчас пример привел на заправке на 570, а мужчина там лет 35, где я там за тобой наблюдаю, я тебя поддерживаю, тебе там что-то писал, когда у тебя там что-то было. Это приятно. Получается, ты очень избирательный к аудитории. Да. На меня... То есть не все, не весь рай. На меня вот полиция есть, отделы полиции подписаны, разные, чуть ли не весь состав там определенного отдела. Я вообще, как у тебя? Весь отдел смотрит тебя. С полицейским как у тебя? У меня отлично все, вообще никаких проблем. Ну, у тебя узнают. Они узнают, и не так, типа, что за этот блогер, а ну-ка, тормозни-ка его, этого там, исполнителя. Сейчас пообщаемся с ним. Нет, знаешь, как вот позавчера меня останавливает. Я пристегнутый, все, еду. Останавливает меня. Документы какие-то, я так, открываю. Ну, посмотри, говорит. Типа, он меня не узнал, когда останавливал. Я такой, все, говорит, все, езжай, езжай. Ну, отпускают часто. И уважение я чувствую. Там, очень много мне пишут, салам алейкум, я вот с такого-то управления, если какие-то там вопросы будут, буду рад помочь. Почему это делают? Потому что ты свой блог ведешь как надо. Ты не позиционируешь себя как беспредельщик какой-то. Я могу там где-то нарушить. Бывает в городе, где-то громко проехал, где-то боком дал. Но иногда это выглядит, как просто ты показываешь мощность автомобиля. А иногда ты это можешь выставить так, что типа, вот я такой гангстер в городе. Меня таких не люблю. Очень много есть таких у нас водителей на спортивных автомобилях. Честно говоря, так сильно, вот эта тема такая тяжелая для махачкалов. Я это не поддерживаю. Я когда это вижу, мне неприятно. Я иногда думаю, неужели я так выгляжу, когда он где-то там шумно проезжает. Это вообще не то. И, соответственно, вот это поведение, оно вызывает какое-то, может быть, у кого-то уважение. Люди вот с уважением относятся, на самом деле. Я это ценю. Поэтому я аудиторию свою люблю. Поэтому не гонюсь за огромными количествами подписчиков. За качество. Только за качество. Поэтому, когда какие-то у меня бывают в директе намеки, на хейт, сразу блокирую, даже там никому не отвечаю. Чем больше ты будешь блокировать хейта, тем больше у тебя останется качественная аудитория, которую интересно вовлекать в контент. так что среди сотрудников... Ну, тогда тебе не нужно в эту гоночную тему залезать. Ты потому что качество сильно просядешь. Это сто процентов. Ну, вот аудитория, который вот этот медийка начнет подниматься, и та аудитория, которая будет идти, относительно той, которая у тебя есть, я думаю, это, ну, там вот молодые, там, детвора, относительно. Наверное. Но это чуть иначе, здесь просто надо думать, придумывать какую-то сценарий вообще, другую историю. Я вот сейчас, когда получилась авария, решил там плюс вывести это, как говорится, из минусов, сделать плюсы. Набралась аудитория, и ты же свою аудиторию воспитываешь, ты же транслируешь какие-то мысли. И я вот сейчас, откроем директ? Первые сообщения, которые там будут в запросах, это брат, вот как я там ценю то, что ты есть, за тобой наблюдаю, ты такой молодец, там, с тебя беру пример, вот все бы так говорили, лучший автоблогер. Один пишет, вот у меня проблема есть, я сейчас пришел домой, наткнулся на твой сториз, это как будто для меня, как мне сейчас легко стало. И каждый день, когда ты транслируешь какие-то мысли, для меня Инстаграм это в первую очередь площадка, где ты должен нести в массы что-то благое. То есть подавать хороший пример. У меня, когда отец болел еще в 14-м году, потом, когда я выкладывал какие-то мысли в 15-м году, мне тогда, где-то в 2017-м году, писали люди, вот, я там, благодаря тебе наладил связь с родителями, я больше провожу времени с отцом, там, меня отец начал больше ценить, мама больше начала любить, спасибо тебе, вот, ты мне открыл глаза на многое. И когда ты вот растешь потихоньку с аудиторией вместе, когда ты транслируешь правильные мысли, ты вызываешь у этой аудитории и любовь к себе, и лояльность к себе, и ты влияешь на их мнение. Потому что сегодня люди больше берут с интернета, чем на улице где-то, чем на работе, чем во дворе, в школе, как раньше. Они больше берут с интернета, они, я призываю там, свою аудиторию подписываться на людей, за которыми интересно следить, у которых есть, что взять полезное, потому что сам так делаю. И поэтому в моменте где-то, во-первых, хорошо, что ты правильно влияешь на тех людей, которые далеки от правильного образа жизни, да, допустим, сегодня, если, скажем, это некачественная аудитория, а завтра ты на них повлиял как-то, и... Это тоже важный момент. Ты, во-первых, уже сделал огромное благое дело, если где-то их призвал соблюдать религию, соблюдать какие-то ценности семейные. Ты уже, если с правильными намерениями это делаешь, заработал награду от сегодняшнего. А если говорить это уже как о медиа, блог, то это уже какая-то лояльность, это уже лайки, охваты, их завтра продать что-то можем полезное. Ладно. Все. Салам Алик. Да, спасибо всем, что смотрели этот выпуск. Я думаю, сколько людей найдется таких, которые от начала до конца его посмотрели. Я даже не знаю. Четыре, я думаю, найдется даже больше. Вот кто не досмотрел, они не в курсе. Вот кто досмотрел, вы самые красавчики. Вау. Если бы те досмотрели, они бы тоже были бы такими. Получается, если вы из тех, кто красавчики, скажите, они должны написать, я досмотрел, я красавчик. Я досмотрел, я красавчик. Давайте сделаем какой-нибудь подарок подписчикам. Как на это смотреть? Как это разыграть? Только технически надо будет подумать. Пусть комментарии пишут. Не, знаешь, много, не просто там флут что был, а комментарий, который будет интересным, соответственно, он наберет лайки. Даже не просто там попросил весь свой тухом пролайк. То есть, кто напишет интересный комментарий и люди его залайкают, тому мы там что-то подарим. Кого ждет подарок? Футболка какая-нибудь? Даже интересная. Давай книгу подарим. Давай книгу. На мое усмотрение вот найдется победитель. С твоим пожеланием. Да. С моим пожеланием. Я сам выбрал. Если комментарий будет там ахаха и там 500 лайков, он не рассматривается. Комментарий хороший должен. Качественный комментарий. Не какая-то там фантастика придуманная, а просто вот интересный комментарий, да. Все. Который залетел. На связи. Всем салам алейкум. Салам алейкум. Салам. Продолжение следует...